Сегодня в режиме ВКС с участием главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова состоялось Республиканское предуборочное совещание. Обсуждались вопросы, связанные с готовностью аграриев к проведению уборки урожая 2021 года. В нем приняли участие председатель Госсовета Хаса Республики Адыгея Владимир Нарожный, члены Кабинета Министров Республики, представители правоохранительных органов, главы и специалисты муниципальных образований Республики, руководители сельхозпредприятий. Глава Республики Адыгея рекомендовал аграриям уделить пристальное внимание таким вопросам, как обеспечение горюче-смазочными материалами и запасными частями сельскохозяйственной техники, обеспечение безопасного перемещения техники, участвующей в уборке и пожарной безопасности, готовность техники к предстоящим работам. Отдельное внимание глава Адыгея уделил вопросам предоставления субсидий фермерам и указал на необходимость эффективного и своевременного использования мер поддержки в агросекторе. В ходе совещания слова было предоставлено главе Кашхабского района Зауру Хамирзову, который отметил стопроцентную готовность района к уборочной кампании. Здесь товаропроизводители готовы. Единственная проблема – это, естественно, погода. Уборочность мы уже начали. Убраны 80 гектаров и члены. Урожайность составляет на данный момент 56,5 гектаров. Но надеемся и на лучшие результаты. После завершения республиканского ВКС Заур Хамирзов провел районные предуборочные совещания с участием начальников отдела ГИБДД, Россельхозцентра, Гостехнадзора, глав сельских поселений, индивидуальных предпринимателей, глав крестьянско-фермерских хозяйств. С докладом о посевных площадях, подлежащих уборке, результатах работы агрария в районе и организационных вопросах в предстоящей работе выступил начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов. Под урожай 2021 года посеяно 14 648 гектаров азимных шлиц, 1986,7 гектаров азимных шлиц, 802 гектаров азимного рапса. Оригинальными элитными семенами азимных зимовых посеяно 3000 гектаров, что составляет 18% от общей азимных зимовых. Во время летнего ворочей сады нам предстоит убрать 18 326 гектаров азимных зимовых культур, включая рапси, а его еще не вез, что меньше на 130 гектаров посева прошлого года. Для получения полноместного урожая в 2021 году сельско-зообразовательными районами в основном выполнили необходимый объем альтехнических и агрохимических защитных работ. Планкомка проведена на все посевные площади азимных в двукратные оптимальные сроки. Это центральное состояние посева азимных удовлетворительное. Сельско-зообразователями были приняты все меры, чтобы получить достойный урожай, то есть были проведены весь комплекс необходимых мероприятий. Также в сегодняшний период было посеяно альтехнических культур всего 16 589 гектаров. Из них 6803 гектаров кукурузы на зерно, 9678 гектаров подсолнечника, 395 гектаров сои, 510 гектаров овса и 387 гектаров ярового членя. На сегодняшний день по данным культурам проведен весь комплекс необходимых мероприятий. Альтехнические и агрохимические защитные состояния яровок культурно уже оценивать на сегодня как хорошие. Для проведения уборки в Кашхабрском районе имеется 87 гектаров уборочной техники. Готовность к конвайну к уборке азимных зерновых на сегодня составляет 91%. Даличь автомобильного вывозрена в поле ток 142 гектаров. Начальник инспекции Гостехнадзора Республики Адыгея по Кашхабрскому району Беслан Хагауджев еще раз напомнил присутствующим о безопасной эксплуатации зерноуборочной техники. Еще раз хочется напомнить, что призвать вас к осторожности. Напомню, что запрещена эксплуатация незарегистрированных комбайнов, непрошедших техосмотров комбайнов. Запрещается допуск лиц к управлению комбайнов и непрошедших подготовку без удостоверения тракториста-машиниста соответствующих категорий. Необходимо ежедневное обслуживание комбайнов, а также и в течение дня, обдув, очистка от пыли, которая имеет свойство саморазгораться, чтобы никаких подтеков ни топлива, ни масла не было, следить за электрической частью комбайнов. Исходя из того, что зерноуборочные комбайны – это крупногабаритная техника, с особой осторожностью перемещать по дорогам общего пользования в светлое время суток, в темное время суток, вообще исключить всякие перемещения по дорогам, уж лучше заночевать в поле и с утра перегнать его. По третьему вопросу повестки дня о безопасном передвижении зерноуборочной техники по району во время уборочной страды выступил начальник ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Азамат Курашинов. В период подготовки к проведению в Кашхабльском районе уборочном токане мы намечили ряд мероприятий, как правильно было озвучено за институтом начальника управления ОГИБДД, у Саруха Мардзина Федоровича. Ну, все требования, в принципе, доведены до всех. Мы, конечно, со своей стороны будем помогать и оказывать необходимую помощь. Но хотелось бы, чтобы все придвиживались тем требованиям, которые уже доведены до всех. На совещании также был заслушен доклад начальника отдела по делам ГОИЧС Николая Зверева о правилах противопожарной безопасности. Вы уже сами все прекрасно знаете о том, что законодательство Российской Федерации запрещает проведение выжигания стерни и поджименных остатков на полях сельскохозяйственного назначения. Значит, это является требованием и постановления правительства Российской Федерации в утверждение правил противопожарного режима Российской Федерации и статья 42-я земельного кодекса Российской Федерации. Поэтому я еще раз хочу обратиться ко всем сельхозтоваропроизводителям с большой просьбой о том, чтобы не выжигали поржневные остатки и стерню на полях сельскохозяйственного назначения. В завершение руководитель района пожелал сельхозтоваропроизводителям хорошего урожая и благоприятных погодных условий. Своей стороной тоже хотел бы пожелать очень хороших, богатых и бельных урожаев, хорошей цены, естественно, хорошей погоды. Если чем-то будем, можем быть полезным, всегда на связи, всегда здесь, с удовольствием, знаете, мы поможем. И не только по уборочной страте, но вот сейчас начинается программа по грантовой поддержке.